Знаете, вот мне кажется то, что его голос, ну собственно говоря, Димаша, не подошел бы под какую-нибудь счастливую, быструю песню. Потому что у него голос такой мелодийный, мощный и, можно так сказать, даже звонкий, серьезный. Кстати, в этот раз, по сравнению с предыдущим видео, которое мы смотрели, тут уже не так много людей, которые играют задний план. Мне кажется, он может стать лучшим артистом, который пойдет вживую. Всем привет, друзья, меня зовут Саша, и сегодня мы будем с вами смотреть еще одну песню от Димаша Кудайбергенова «Грешная страсть». Да, а еще я хотел бы вас поблагодарить в скобочках за ваши шикарные комментарии под реакцией моей бабушки. Более 100 оскорблений, более 300 дизлайков. Спасибо, так держать. Если вы не в курсе, то жмакайте по ссылке в описании, и там я просто подобрал еще несколько видео про Димаша специально для вас. Или жмакайте в подсказки. Вон, там. Ну ладно, все, давайте смотреть. Я надеюсь, что вы хотя бы посмотрите, и, может быть, найдутся адекватные люди, которые напишут нормальные комментарии. Или просто выскажут нормально, чем им не понравилось то видео. А это уже его собственная песня, то есть здесь нет уже Игоря Крутого в названии. Как из луна во сна. Ой, если б знала ты, что мне нужна. Только ты одна. Поклонники прям сердечки рисуют. Круто. Не, ну голос у него реально интересный. Необычный. То есть он как бы и серьезный, и мелодийный. То есть это такая какая-то фантастическая смесь, если можно так назвать. Димаш. Спокойно у него очень получается. Его голос под эту песню подходит очень хорошо. Гармонийно. Тай мне, тай мне. Фу-фу-фу. Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Это очень красиво. Знаете, вот мне кажется, то, что его голос, ну, собственно говоря, Димаша, не подошел под какую-нибудь счастливую, быструю песню. Потому что у него голос такой мелодийный, мощный. И, можно так сказать, даже звонкий, серьезный. Поэтому не подошел бы он под счастливую песню. А под это он подходит очень шикарно. Ого. Это что? Как красиво. Серьезно, очень красиво. Кстати, в этот раз, по сравнению с предыдущим видео, которое мы смотрели, тут уже не так много людей, которые играют в задний план. Круто. Знаете, вот мне интересно, а в этом треке будет вообще какой-нибудь припев или нет? Еще, я думаю, заранее извиниюсь за то, что сейчас-то паузу ставлю. Просто хочется высказать мысль и не перебивать Димаша. Очень классно то, что он прям вживую выступает. Ого. Ага. Вот и припев. Хотя все равно очень масштабно. Мне кажется, он может стать лучшим артистом, который пойдет вживую. С таким голосом. И с талантом таким. Если он, конечно, уже им не стал. Потому что только он у меня вызывает такие эмоции. А другие артисты, которые поют вживую, никогда такого не вызывали. Лично у меня. Потому что это очень красиво. Прям без музыки. Какой-то задний план появился такой. Ау. Кто-то уже на заднем плане поет. Еще очень-очень классно то, что здесь получается задний план песни. То есть, получается, поет Димаш. И сзади него играет мелодия. Очень классно то, что эта мелодия не записана заранее с артистами, которые воспроизводят, собственно говоря, звуки для этой мелодии. А все они сидят сзади и проигрывают это прям вживую. И это очень душевно. Серьезно. Это прям очень классно. Потому что нужно еще такую команду. собрать. Чтобы она никогда тебя не подвела. Потому что если подведет, то все. Все цветы ему дают. Она же вся не сможет собрать. Я похлопаю, потому что это очень круто. Слава, Слава, Сумас! Видел бы эту картину Басков сейчас. Димаш Кудайбергенов, аплодисменты! Аплодисменты! С вашим позволениям, я бы хотел сказать пару слов. Давай. И выразить огромную благодарность группе Астудия и... На корейском? Ой, какой корейский, господи! Блин, я забыл, на каком он языке говорит. Сказал это все. Музыкальное направление. На казахском. Мы вас любим очень! Димаш Кудайбергенов! Спасибо за прекрасную песню. Все, на этом все. Ладно, в общем, на этом все. Я надеюсь, что вам понравилась эта песня. И понравилось это видео. Потому что... Эта песня для меня лично стала очень-очень-очень душевной. Мне больше всего, мне здесь понравилась масштабность этого всего. Я, конечно, повторяюсь, потому что в предыдущей своей реакции на Димашу, которую вы можете посмотреть по ссылке в описании или в подсказочке, я сказал то же самое по поводу классного голоса и по поводу заднего плана, который создается вживую. Так вот, получается, у Димаша голос идеально гармонирует с текстом песни. То есть, я повторюсь, если бы он пел какую-нибудь счастливую песню, то его голос, скорее всего, звучал бы негармонично с текстом песни. И получилось бы это все не так круто, как получилось в этой песне. Еще было бы не так масштабно и круто, если бы фон, который играет за Димашем, то есть, получается, мелодия, под которую он поет, делалась бы не вживую, то есть она была бы заранее записана. Это было бы не так масштабно, и меня бы это меньше удивило. Ну а так, у Димаша огромный талант. Он делает шикарные, замечательные песни, которые нравятся мне и моей бабушке. В описании ссылка. Ладно, все, пока.